здравствуйте уважаемые зрители и слушатели моего блога моих каналов сегодня я хочу вам рассказать комедию такой фарс и злость распирает и так сказать анекдот просто вчера а сегодня у нас 29 мая то есть 28 мая мне позвонили с канала по моему доверия я все путаюсь их столько каналов мне звонят часто в общем позвонила шеф-продюсер программы пищевая революция и предложила мне приехать в студию на искать субботу что ли или даже не помню как ну в общем буквально вот на днях для записи программы в студию значит там будет такое как потом выяснилось шоу я сказал сразу вы знаете что я вообще-то уже зарекся участвует телевизионных каналах в записях больше не с телевизионщиками вообще никаких отношений иметь не буду она ведь почему что такое я бы а потому что вранье постоянное вранье говорят там 40 минут 30 передачи все мы все сделаем и причем я последние разы с разных каналов и с их по моему тоже спрашивал скажите вы будете показывать готовы то что я буду рассказывать о молоке о том же кстати а программа о молоке вот или питание здоровым адекватно при будете да все остается две три минуты и последний раз меня просто как идиотом выставили я просто молоко выливаю там что-то говорю то есть им нужны зрелищные эффекты а суть ту глубины проблемы они вообще не изложили и как всегда превратили это в то что нужно пить молоко но только вот это конечно в гормонах так сказать сферм и прочие антибиотики упаковки все опасно а натуральное прочее ну понятно его мало и тем не менее что советуют врачи диетологи а врачи понятно что советуют умные там так вот я это и говорю но в двух словах буквально что вот не буду потому что превращается это фарс обман постоянный нет нет будет 40 минут программа прямо приглашаем вас можем вам скинуть так сказать вот непосредственно что будет прям вот шаг за шагом мы даже ваши роль уже проставили то есть его как интересно за меня мою роль думаю но интересно давайте пришлите мне ну и прислали сейчас я вам это покажу прямо можете прочитать составить для себя заодно как бы изнутри ну понятно кто то напишет или скажет да вот после этого ролика моего сейчас что мол да мы знаем что телевидение это все нет ну это понятно знаете все мы знаем но просто посмотрите как все это обыгрывается то есть действительно вот и ведь по-человечески спрашивают да ну я за вот чтобы мое время не отнимать я не собираюсь участвовать ягу всяких фарсах где там две минуты покажут идиотом выставят ничего не покажут то что я по сути говорю а ведь нет все покажем и вот читаю я этот она мне выслала непосредственно вот так сказать вот эту вот брошюру где все распределено по ролям мне она году конечно скорректировать можно ну хорошо что хоть можно скорректировать давайте посмотрим что там и так вот она называется программа должна выйти она в понедельник в 10 утра вот ну смотрите значит студия и вот даже самого начала посмотреть то есть какая комедия там евгений рыбов какой-то но я их не знаю никого но видимо кто-то ведущий может быть дует резиновую корову напевая песенку пейте дети молоко понятно и чакмарёву так сказать видимо втором ведущий наливает кружку а он не спасибо я траву не пью ну тот понятно какая же отрава молоко это полезный продукт берет белки жиры ну как всегда да сейчас тебе покажу тебя холодильник и достать яйцо уксус так сказать так ладно заливает чакмарёв женя ты хочешь сварить яйцо в уксусе да я тебе хочу показать что произойдет с нашими костями без кальция так ладно чакмарёв ну нет ты знаешь сколько современно молоки опасных веществ искать меня да и оно само по себе опасно потому что предназначено для питания других биологических видов ну то есть они вот уже со мной что-то снимали они кстати все взяли вот все нюансы которые акцентирую именно такие знаете тонкие которые бьют именно на норак такое на сознание разумное сознание человека но это так для знаете как тезисно смотрибельно но правда распределили не я это говорю а там между так сказать ведущими теленка козленка но не человека ну и вы сами увидите потому что вы читали наверняка мои статьи смотрели что я об этом говорю сами все поймете я так бегло что то я прочту сейчас что то нет вы сами по ходу тут все видно на экране дочитаете дальше это очень так знаете интересно чакмарёв продолжаем но уже на зрителя в зал видимо да последнее время любой продукт попал под шквал критики диетологи винят его аллергии целлюлитика наракции даже онкологии эксперт находит на опасную химию а порядочные фермеры закормят кормов непорядочные гормонами и антибиотиками но молоко самый богатый жирами белками продукции сказать и так далее сочетание все понятно так пить или не пить сегодня молоко цель нашей пищевой революции то есть тема программы но ее заставка сюжет статистика на полях пасутся коровы так сказать и так далее вот в россии так сказать вот статистика идет и прочее прочее напоминаем что медицинская норма потребления молока это один литр в день великолепно дальше рябов какая грустная статистика москвичи не допивают молока чабарев на так может это к лучшему мне предлагаю напоить молоком одного москвича и наливают суточную норму на стакан и идут ко мне юрий андреевич выпейте молоко пожалуйста и кстати меня это гной я пить не буду то есть они вот это и хотят как тогда вот я этот момент когда я выливаю попросили игру хорошо я это согласен но если вы все так сказать вот покажите все что я говорю да обманули показали как идиота как будто я больше ничего понятия не говорю это мои аргументы как делают я поступлю с ним так берет поднос несет стакан и краковина выливает так надо сделать всем то совсем молоком пить молоко взрослым людям нельзя то есть возникает вопрос а что пить вот это коровье молоко как бы детям можно я бы так не сказал зная что люди могут так подумать и подумают я бы сразу сказал почему вообще нельзя ни детям и взрослым пить молоко других видов животных дальше чикмарю представляет героя представляем гостя фролухи иран рич по образованию биолог по профессии предприниматель по призванию адепт здорового образ жизни хорошо рыба почему же так мы млекопитающие значит молоко для нас естественный здоровый продукт я как бы говорю естественный когда вы младенец и пьете материнское молоко абсолютно точно в природе ни один вид не пьет молоко после окончания грудного вскармливания ни один потому что это неестественно в организме отмирает фермент который прям перерабатывает молоко ну во первых тут они напутали ладно корректировка возможна не сказали естественно я бы сказал ренин ферменты дело не только в нем которые у нас вовсе нет не отмирает он его просто нет который козеин перерабатывает то что 1 пепсина и не хватит и желудочного сока для этого дела он долгоиграющий белок поэтому идет соответственно закисление поэтому он не так сказать вызывает реакцию антигена антитела и у него специфические так далее у меня значит последовательность аминокислот почему вот многие автоиммунные заболевания вызваны особенно сахарный диабет потому что островки лонгерганса один в один повторяют фактически вот ту последовательность аминокислот ну собственно вы знаете все это да я бы сказал кратко четко буквально мне две-три минуты надо было представьте себе как бы я дальше говорю по их представлению здорового быка который ради удовольствия я бы никогда так но вы знаете не сказал потому что ему вкусно выпивает сказать молоко из-за мамочкиного вымени нет такой картины в природе это было бы глупо потому что мне много возражений бы сразу таких на такую глупость таких же глупых последовало я бы сказал так чтобы никто не смог так сказать уже ничего вставить сюда но им нужно шоу и человек тоже животное пить молоко для него вредно я бы сказал что есть биологические часы есть онтогенез то есть индивидуальное развитие организма и его молочный период скармливания только молочный и далее все так сказать животные уже теле он и козленок неважно перестают навсегда на всю жизнь пить когда заканчивается синхронный процесс вот этого выработки фермента у каждого причем свой свой специфический ренин и козин так сказать как ответная реакция ключ к замку перерастают мало вырабатываться вообще молоко у матери и все и в этом есть строгий биологический смысл перестраиваются все системы организма потом моментально уже с приспособленным на переработку видовой пищи которые животные есть всю жизнь и у человека также еще даже более интересным образом мариус спрашивает а какие болезни перечислить пожалуйста и я как бы говорю пожалуйста катаракта это отложение не до конца переваренного молока но во первых это глупость такую чушь я бы я бы сказал галактоза потому что вы все слышали я сказал бы что есть такое молочный сахар лактоза и все медики которые когда вы спрашивают а вот вредно молоку полезно гать ну вот есть только вот побочные таскать действия когда да у некоторых есть так называемые медики бы сказали неперевариваемость молока и имея в виду именно ту самую пресловутую десахарит лактоза но я бы сказал знаете это такой примитив потому что лактоза да ну будет у кого понос там что то потому что фермента лактаза действительно не у всех во взрослом состоянии в достаточном количестве искать и особенно чем дальше от севера на юг тем меньше вырабатывается ли вовсе не вырабатывается и за счет этого вообще дисбактериоз понос и так далее а это все ерунда я бы сказал другой вопрос пусть переработается на сто процентов пусть значит диссоциирует на что десахарит лактоза на 2 моносахарита глюкозу и галактозу глюкоза нет проблем а галактоза никогда в жизни не переварится и она будет откладываться там то там то и вот что с ней происходит я бы так сказал и все но тут же вот как ладно целлюлит это тоже самое просто отложение не в хрусталике а под кожей чего именно ничего не сказать ну ладно рак отцепная реакция от свободных радикалов никогда так не сказал потому что на рак есть это перерождение клеток аномальные клетки вместо нормального метоза процесса бесполого деления клетки происходит в результате воздействия и токсичного и свободных радикалов ядов тяжелых металлов определенных вирусов т.д. вот бы что я мог сказать какие поступают к нам из молока примитив рыбов подождите я знаю что некоторые животные совсем не против пить молока ну естественно например кошки они тоже значит они точно не будут пить что вредно как давайте посмотрим значит вносят кошку в клетке понятно окошка начинает пить молоко вот видите это животное это скребожает молоко вы горите не пьют просто у других у диких животных нет возможности утка хорошо да вы знаете это вот ладно не к программе даже глупостям которые так люди говорят такую чушь да ну давайте водкой по и постепенно начнут свина будут пить многие животные алкашами станут и потом вы будете с такой же глупостью с мордой идиотской говорит что-то сказать поэтому и не пьют от был бы алкоголь в природе или бы дебилизм ну конечно дебилизм теперь дальше а вот видите это животное обожает молоко вы горитесть да и от того у кожи начинают болеть почки молоко пить вредно всем животном мире в том числе человеку я ему сказал что вы понимаете в чем дело вот вы стекло разбейте стекло сделайте другой эксперимент и обработайте там значит нитритом натрия обработайте вкусовыми добавками высыпите в аквариум к карпам например и они будут это есть стекло так что вы скажете это естественно или может быть молоко да конечно там есть определенные вещества которые призваны для того чтобы заработала из системы в том числе кишечник в том числе вся пищеварительная система там есть добавки этоama природные натуральные как бы вкусовые чтобы маленькое животное включилась на это питание это естественно поэтому это стимуляторы безусловно там есть определенные так пьет кошка пани а дальше правильно я бы сказал что с почками прочее и вот тут ну да это Они вставили, молодцы, ветеринара спрашивают, среди гостей есть ветеринар? Поднимают руку, тут уж все есть, так сказать, распределенные роли, молодцы. Действительно ли молока такое случается? Ветеринар отвечает, да, почки-то слабое место кошек, молоко провоцирует их болезнь. Тоже так, грамотно, чисто по-научному, ну ладно, значит, отчего, что бог с ним, хорошо. Хотя бы сказали честно, что да, есть. А у собак ветеринар отвечает, ну, мол, так сказать, тоже нормально вроде как. Так, ведущий. Получается, что предки неправильно сделали, что 7 тысяч лет назад, а домашние коров пилили. Я, типа, отвечаю, конечно. Я бы сказал, нет, правильно сделали. Я бы сказал, ну, что они за меня, да? Я сказал, потому что когда у вас ледники идут, когда голод, холод и так далее, тут чего не сделай, все будет правильно, лишь бы выжить. И, так сказать, были моменты, когда, ну, пришлось, так сказать, прочее. А дальше, я как бы говорю, надо снимать шоры, то есть, значит, надо признавать ошибки цивилизации. Так, ну, дело-то не в ошибках, дело в, так сказать, безысходности, дело в том, что пришлось. Тут уж, как говорится, в Ленинграде в блокаду, я всегда привожу пример, ели его на крысы, что это значит нормально, что ли? Но это дело не в ошибках, прекратили. А тут не прекратили. Ну, почему? Ну, потому что, потому что вот так стало это, в привычку вошло, так же, как жарить, печь, так же, как стали, так сказать, некоторые извратили законы природы, стали есть вообще трупы животных, убивать их, есть, когда, так сказать, раньше в гармонии в мире жили и так далее. Но, видите, так сказать, я бы сказал нормально это. Теперь дальше, Рябок. Но как же отказаться молока и всего, что с ним связано, сыра, например? А я бы, да, что я отвечаю? Надо спросить себя, кто ты, слезняк или человек? Тогда мои слова действительно взяли, я иногда, так сказать, когда это к слову, действительно говорю, но в данном случае это не разумно было бы. Я бы, например, сказал, извините меня, сыр это вообще концентрированный, казеин, я бы сказал. Вы понимаете, что сыворотку, то, что теоретически, ну, как бы, в общем-то, полезно, в принципе, там низкомолекулярные белки, там нет вот этих примесей казеина, выливают, концентрируют остатки именно самого вредного, и вы это едите. Естественно, что значит отказаться? Понять, я бы сказал, понять, что вы едите, что это не еда. И отказаться легко было бы, потому что тогда поставить правильно нужно, как вот с алкоголем, поставить правильно нужно понятийный аппарат, и понимать, что это такое, и к чему это приводит. Вот тогда любой разумный человек легко откажется. Вот я как сказал, интересно назвали, да, козлофермер, ну ладно. Что за бред вы тут несете? Я держу это, знаете, как вот прям напоминает один-один с алкоголем постановку. Там были бы только, например, какой-нибудь там врач, там, понятно, нарколог, который, так сказать, нет, пить нормально, но только меру надо знать, потому что как же не пить, это же вот даже полезно. Значит, козлофермер это как поставщик какой-нибудь производителя алкоголя, который скажет, нет, водку пить плохо, а вот пиво это, так сказать, или там вино красное, это полезно. Понимаете, вот фарс, да, вот. Вот, и как сходно, главное, интересно, какая единая технология применяется, и как все это вот делается, подставляется тут. Так, что за бред? Я держу коров, я сам пью молоко и только здоровею. Да, так сказать, правда, не учитывается другое, что если бы этот товарищ пил бы, во-первых, сколько ему лет, во-вторых, он пил молоко и здоровеет, он физически, видать, пашет с утра до вечера, тонны перелопачивая, сено, прочее, там, не сладко живется фермеру, работать приходится, так сказать, от него в офисе жить, ага. А если бы он в городе бы это все пил, бы факторы другие бы добавились, как бы он тогда в деревне, говорит, ну, хорошо, Чекмарев мне, как бы. Вот перед вами человек, который всю жизнь пьет молоко, и он считает себя полностью здоровым. А как вам кажется? Можно на взгляд определить, так сказать. Я оцениваю на взгляд, интересно, да. А вы видели, я говорю, как бы, старушек в деревнях, у них вот скрюченные пальцы, ну, про что я всегда говорю, да, артритные и прочее. Вот, ну, насчет галактозы тоже, на самом деле. Потому что бабушки по своей корове пили всю жизнь, вот результат. Бабушки, хоть внуков не поите, не портите им жизнь. Ну, конечно, это просто смешно, это действительно. Вот такие идиотские речи, скажем, подразумевают обязательно кучу возражений, потому что они действительно идиотские и смешные. Они как бы не безапелляционные. А надо так объяснить, так сказать, что нечего будет просто возразить, кроме такой явной глупости, которой всем будет зрителям понятно. А они специально примерно хотят такую глупость, чтобы я говорил, для того, чтобы на эту естественную глупость и примитив кучу аргументов, даже более, может быть, разумных, так сказать, сказали бы вот участники. И тогда, как говорится, тему замылили бы. Теперь, это вот технологии какие, интересно, да? Рыбову. Меня бабушка всю жизнь поела молоком с медом от простуды молоко. А если бы без молока поела, было бы гораздо лучше. Да с травами, с такими-то, с такими-то, так сказать, тогда совсем другое дело было бы. Безусловно, одно лечит, другое калечит. В нашей студии детский врач Елена такая-то, Анциферова. Что вы скажете? Получается, наши бабушки просто травили? Ну, естественно, врач, понятно. Всё бред, молоко полезный продукт. Не только детям, но и старикам. Пейте на здоровье. Единственное, что нужно обратить внимание на качество. Ну, естественно, как и про алкоголь, что нужно качество, да, в меру, по праздникам, да, с тем-то, с тем-то. Ну, а как же молоко полезное? Пейте, дети, и будете здоровы. Ладно. Теперь смотрите, интересно, да? Блог качества молока пошёл. То есть тут уже вот враньё. Это одна четвёртая, даже одна пятая. Остальное ещё несколько блогов будет. Там страница, вот какая у нас у страничка четвёртая, там их чуть ли не, там, 15 штук. Вот как они... И тут уже всё без меня. То есть, опять-таки, как я и сказал, буквально три минуты реальный сюжет выйдет, где я скажу вот эту чушь, как бы, и, в общем-то, засмеют, скажут, так сказать, не более чем аргументированно, ну, на такую глупость. А хорошо правильно, если я скажу, как я бы и сказал. Как я знал, мне, конечно, не дадут, и в эфир это не поставят. Хотят всё вот так вот по полочкам. Ну и ладно, что там дальше? Какое? Качество молока. Входит Мария Ивановна с пакетом молока. Здорово. Мария Ивановна, здравствуйте. Я тут пробежал с магазина, купил пакетиков. Там понятно. Значит, в магазинном молоке молока давно нет, если есть сухое, так сказать, прочее, прочее. Ладно. Зрители отвечают, что там, значит. Ну, там гормоны, вода, так сказать, муравьи, да. Ну, понятно, шутки, всё понятно. Мария Ивановна, там это может быть, начнём по порядку, если в молоке антибиотики. Ну, врачу. Чем опасна антибиотика? Отвечает. Чем опасна? Ну, понятно, что кто же скажет, всё это полезно. Сейчас мы узнаем, если попадаются антибиотики в магазина молоке. Напоминаю. Эти пакеты я купила в обычных супермаркетах. Ну, и достают тест-полоски. Интересно. Ну, хорошо. Ладно, тест-полоски. Рябов. Мария Ивановна. Мария Ивановна, зачем вам эти полоски? Вы, случайно, не беременны? Ой, прелесть какая. Мария Ивановна, я-то не беременна, а молоко. А молоко, сейчас посмотрим, может, беременны, да? Делает тест. Ну, комментирует результаты, что есть, что, так сказать, понятно, видимо. Чекварьев, а дайте спросим у фермы, откуда берутся антибиотики в молоке в нашей студии. Представитель уже крупного молочного бизнеса Анна Бойко. Анна Бойко, фермер. Во-первых, им лечат коров. Некоторых коровников по 500 голов. Заболела одна, заразились другие. Ну, резонно, резонно. Просто коровники не нужны. Это уже другой вопрос. Зачем строить просторные коровники? Лучше купить ампулы антибиотиков и накачать им животных. Это, во-первых. Во-вторых, антибиотики есть в кормах. Ну, да, в кормах, конечно, уже автоматически. Как и с птицами, как и со всей массовым производством. Это я от себя говорю, да? Антибиотики есть в упаковке. Берет тетропак. Понятно, там есть специализированное антибактериальное покрытие, антисептическое. Тоже пропитка антибиотиков. Верно, согласен. Ряба в закон. Это тоже надо говорить. Обязательно. Обязательно. Только вот к чему это всё, вот, на самом деле, вы поймёте до конца, когда, да? То есть, выводы-то, выводы. Закон запрещает фермерам в течение 10 дней продавать молоко от коров, которых проходили лечение антибиотиками. Анна Бойко, фермер. Совершенно верно. Но кто же хочет идти на убытки? Давайте посчитаем. Ну, и вот тут рассчитывают, понятно. Значит, выводы делают. И вот, чтобы получить молоко, совсем не обязательно корову. Сейчас мы в студии сделаем молоко. Ну, и сухого молока делают, собственно, понятно. Так, хорошо. Молоко разливают и дают на пробу. Зрители должны, где натуральное, где такое. Хорошо. Врач. Да? Мне, как ни странно, как раз нравится это восстановленное. Молодец. В США, например, запретили продавать натуральное молоко. То есть, она как бы говорит тем самым, ну, да, и у нас тоже надо. Что за дела, так сказать? Ну, цивилизованный мир и правильно, безопасность, а как же? Ну, в США, правда, напомню, сейчас уже уголовная ответственность за то, что выращивают зелень для даже, ну, для продажи давно на своих участках. Там, значит, только специальное фермерство с химией, с контролем тотальным и с отчислением денег на проверяющие комиссии, специальные, дотационные и там и прочие разные. И даже частные уже в некоторых штатах запретили выращивать для себя. Так что тут, в принципе, врач-молодец работает на врагов народа. Если астрагируются вообще от молока, так сказать, что это просто не еда, да, и не питьё. Потому что главное для производителя безопасность. Молоко, на самом деле, очень привлекательное для бактерий среда. Ну, молодец какая, конечно. Только почему-то она, когда в вымене, в молочных железах, она не совсем благоприятна. Благоприятна, и если теленок пьёт, то тоже не совсем благоприятно. Вот почему-то оно становится благоприятным, когда её отсыдили, взбили с кислородом, так сказать, прочее. И вот там попало, естественно, посев, высев путём переноса воздуха и прочее. С чем? С вёдрами или там с трубопроводами сталкивается. А, кстати, там поэтому тоже дезинфицируют, их же дуют, так сказать, специальными механическими средствами. Плюс трубопроводы. Вот там и стерилизация, антибиотики тоже, кстати. Так, они там разводятся моментально, причём самые опасные, смертельно опасные. Теперь блок бактерий пошёл. Ряб, а почему молоко так любят бактерии? Врач отвечает. Почему? Ну, понятно, что отвечает. Ладно, нормально. Я, потому что, наверное, скажут, потому что там питательных веществ много, как раз эта среда для питания, как раз и бактерии любят, и очень хорошо, и белки, и всё, ну, прекрасно, жиры. Так, теперь Чакмарёв. Вот, я тут покопался в интернете, нашёл портрет самых известных. Ну, и начинает проклостридить кишечных палочек, ладно. Вот, поражает там нервную систему, вот статистику и так далее. Хорошо. Ряб, а что вы говорите? А я люблю покупать молоко в таких автоматах, так сказать. Теперь, сюжет. Я часто покупаю молоко в автоматах. Ну, пропустим. Прочтёте сами, кому это интересно. Моя крайняя точка. Научно-исследовательский институт молочной промышленности. Значит, сам я отдам молоко на экспертизу, а затем мы будем внимательны за результатами. Ладно. Теперь рыба в каких-то Чебурашкинах. Я сначала смеялся с трекол, что ли, какой-то. Нет, фамилия вроде. Ну ладно. Узнаёте молоко? А они отвечают. А это кто у нас? Значит, братьям Чебурашкиным. Это вот кто-то такой, кто-то какие-то, только производители. Ну ладно. А, вот, знаменитый молочник, братья. Я знаю, у вас тоже есть автоматы. Почему? Это выгодно. Ну, и дальше вот немножко тут, знаете, отвечают они. Так. Почему случилась трагедия, отвечает. А ваша молочная не собирается браться за этот бизнес? Почему? Так, отвечают. Ладно, врач. У нас, так, эксперты какие-то, результаты, экспертизы. Так, всё. Спросим. С одной стороны, самое свежее молоко, с другой риск проглотить опасную бактерию. То есть, мол, ставят перед фактом и подвигают. Я так думаю, подвергают. Так сказать, я даже это, в общем-то, подробно не читал. Сейчас первый раз. Людей, видимо, сказать, ну да, страх перевесит. Конечно, лучше уж так, чем так. У них возникает такой вопрос. Зачем травиться гадостью? Тем более, ещё и варёный, где вообще нет. Теперь дальше. Советы. Посмотрите, как интересно. Какие же у них советы из передачи они вынесли? И зачем меня хотели приглашать? При покупке молока обратите внимание на его вид. Он всегда, значит, написан на пакете, какой из них самый полезный, самый безопасный. Так. Итак, пастеризованное. Оно нагревалось до 70. В нём уничтожены самые опасные туберкулёзные бруцелёзные бактерии. Так и полезные лактобактерии. Но витамины, ферменты остались враньё. Часть витаминов разрушила, ферменты все разрушились. Дальше. Ультра пастеризованное. Это молоко нагрели до 150. Там погибли не только бактерии, но и споры. Ну, почти все споры, хотя, может быть, на самом деле не все. На самом деле не все. Есть термофильные, есть, которые держат, так сказать, и выше. Но также исчезли частично. Повредились витамины В12, С, В1. Ну, я так скажу, значит. Кроме В12 и то частично при такой, смотри, экспозиции какая С, вообще разрушится при уже 90 градусах, 80. Хорошо. Ладно. Значит, понятно. Стерилизованный, его нагрели 170. Ни один микроб не выжил в такой. Во-первых, могут выжить. А витамины, ферменты и минералы, да, тоже не выжили. Хорошо, правда. Однако кальций, белки, жиры, углеводы остались в неизменённом виде. Сразу первое. Я им уже, когда они меня записывали, объяснял, что происходит с минералами, с любимым кальцием. Даже когда они греют, просто кипятят в воду. Но это же только слепой может не увидеть, что происходит. И происходит тоже в молоке, в яйце, там, не знаю, там, в капусте. Какая разница? Все минералы переходят в неорганическую. Просто они меняют свою структуру. Они уже просто выпадают в осадок. Они уже не могут встроиться в живую клетку, участвовать в обменных процессах. Не могут. Белки, дентурация белков полная, небратимая, выше 70 градусов происходит. Ну, то есть, полное враньё и ввод людей в заблуждение. И как будто плевать на то, что я им говорил, рассказывал, объяснял. Ну, хорошо. В результате самое безопасное оказалось стерилизованное молоко. То есть, о самом полезном по стерилизованному. То есть, вот опять вот такую дилемму создают. Теперь блок гормоны. Козлофермы. Скажите, как заставить корову давать больше молока? С помощью любви и заботы. Гениально, да? А разве вот эта ампула не сократит этот путь, пока с ампула с популярным стероидом, так сказать, он удивляется, не знает, что это такое. Ну, бойкан. А вы знаете, что это такое? Отвечают, видимо, знают. Ну, и что ответят, не знаю, конечно. Теперь. А сколько их надо, по словам шприц? Сколько вот дают молока? А на сколько на гормонах можно повысить надое? На сколько, да? И вот тут отвечают. Значит, в день. Так, от промышленных 40. Так, а есть рекордсмены, 120. Да, американские я вам рассказывал. До 150 уже ремнями подвязываю специально, чтобы вымя не оторвалось. Там антибиотики, гормоны, там даже дырки проделают в боках бедных животных, такие дырки клапана, как бы крышку открывают, и туда уже засыпают постоянно, так сказать, комбикорма, чтобы быстрее все это прошел процесс. И, так сказать, используют просто уже сатанинским способом бедных животных, чтобы, так сказать, только больше проклятого этого молока дать. Теперь дальше. Ну, проклятого молока в этом смысле для человека, потому что должно быть всего лишь 6-8 литров у коровы нормальной, чтобы прокормить теленка в день молока качественного, прекрасного, когда она ест нормально траву. Все остальное извращение, поэтому я говорю поганое, а не потому что молоко. Молоко прекрасно, только для своего вида животного, для своего маленького детеныша конкретно, крольчонка, там, я не знаю, там, детеныша, панды, и только в определенный срок жизни. Теперь, Чигмарек. Это потому, что в Америке впервые стали применять такой гормон роста, так сказать, и вот Монсанто, еще бы хорошо про ГМО сказали бы. Ну, ладно. Бойко, отвечай. Ну, не будем, сейчас вы сами прочтете, вот тут все, можно на паузу ставить и читать, да? Ну, дальше тут вот. Для женщин избыток гормонов опасность бесплодия, яичники могут начать неправильно работать и так далее. Вообще любые гормоны, введенные извне, это извращение. Гормоны вырабатываются эндокринной системой человека и любого животного в процессе жизни человека. А чтобы они вырабатывались как нужно, нужно вести адекватный образ жизни, питание и так далее, и так далее. И лечиться нужно не тем, чтобы принимать гормоны, это будет не лечение, это будет устранение проблемы, если кто гормон терапии имеет. Ну, когда уж совсем безвыходные ситуации, тут срочные меры, это да, но это, так сказать, не решение вопроса. А когда это гормоны через молоко, а плюс антибиотики просто, ну, какие тут могут быть варианты? И это вообще, вот знаете, как бы этим явной большой проблемой, как бы затеняют проблему глубинную, что вообще молоко потреблять, вот эта вся индустрия проклятая, ее надо высвободить, животных бедных не уничтожать. Освободить гигантские земли, площади, на которых выращивать можно там миллионы, миллиарды тонн продуктов нормальных, растительных, чтобы, так сказать, не занимать их, не убивать этим животноводством. Вот этим гигантскими там миллиардами тонн гниющего навоза с антибиотиками, которые уже даже применять нельзя в промышленных, я имею в виду, масштабах, прочее, прочее. Ну, неужели это-то непонятно, вот с чем надо, так сказать, бороться, вот что надо до людей доносить, что вовсе это не нужна индустрия, и плюс даже у бабушек в деревнях, да, вы лучше время потратите на что-то другое, чем, так сказать, только заниматься коровами и, так сказать, скотиной и так далее. А это тем более для жизни не то, что не нужно, а вредно, и, так сказать, вот это понять надо. Ну, и, как вы видите, пытаются перевести, поэтому вот молоко это не такая безвредная жидкость, как привыкли думать, но почему? Не потому что там как влияет белок казеина животное, что окисленные жиры гидропероксидлипиды образуются, потому что галактоза, и прочее, 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 что кальций вымывается именно потому, что, так сказать, закисляющее воздействие белка казеина настолько велико, что кальций весь уйдет без остатка на реакцию нейтрализации до гомеостаза, вот этих норм реакции, которые по щелочности среды должны быть в нашем организме, да, а еще и три четверти нужно еще откуда-то взять, то есть три четвертых, и откуда, из костей или из пищи, если мы это хорошо и съедим, а если нет, то проблема. Вот что надо сказать было. А тут, видите, как, значит, ну вот, хорошо сказал, конечно, что вот это первое питание теленка, там все, что нужно не ребенку, а теленку, ну верно, конечно. Дальше мы подготовили небольшую, значит, какую-то, так сказать, такую, значит, информацию, значит, так, это ребенок, теленок, ну будут, видимо, диаграммы какие-то показывать, значит, на лук и прочее, вот то, что я примерно говорю, или там Вальтер Вайс, или еще другие, так сказать, ученые, биологи и прочее. Да, ага. Вот вопрос, который от диетологов чаще всего. Зачем человеку во взрослом может пить молоко, которое природа назначила для развития совершенно другого биологического вида? Ну тут сразу неправильно нужно скорректировать. Во-первых, что значит во взрослом? Тогда, если для другого биологического вида и взрослому, и ребенку речь идет, зачем пить молоко тогда? А если мы говорим вообще отличие, какой ребенок от взрослого, пить усвояемость, неусвояемость и так далее, это второй вопрос. И тот, и тот верный, не надо ни взрослому, ни ребенку. Теперь, как вы считаете, вот вопрос, да? Ну и понятно, молоко советуют пить детям. Давайте спросим у нашего врача-педиатра. Ну, как вы думаете, товарищи, что скажет врач-педиатр? Будет ли ребенок развиваться, как теленок, если его поить молоком? Ну, конечно, молоко нужно пить детям, потому что оно содержит все нужные для роста компоненты. Да, материнское молоко содержит, и это природой так предусмотрено, все нужные компоненты. Если, конечно, мать тоже через молоко не передаст там много того, чего не должно быть у матери в организме. Но это необходимо. Дальше говорит врач. Ни в одном продукте, даже в мясе, нет такого... Ну, во-первых, мясо это не продукт питания, это мышечная масса, так сказать, мышечная ткань животного, тем более уже термообработанная, убитая аморфная масса, которая не является мясом. И к тому же не является ни видовым питанием, не только нашим, а мы не являемся ни хищниками, ни всеядными. А вот это пусть врач-педиатр посмотрит на свои зубки, ноготочки, которые, наверное, в маникюре, так сказать. Да и посмотрит, что она отковырнуть может этими ноготочками. Как ее организм приспособлен к этому потреблению? Умного такого врача, который прыгает на коров, разгрызает, пьет их кровь или прям мясо раздирает и глотает. Вот такая вот хорошее мясо. Вот поэтому молоко нужно пить, вот такие вот объяснения. Какое высокая наука. Молодец, врач-педиатр. Так, дальше она. А теленка ребенок не превратится, а богатырское здоровье у него будет обязательно. Вот так вот. Обязательно будет богатырское здоровье. Какой же мудак, извините меня, профессор Кэмпбелл и сотни других профессоров. Ну, про меня и ладно. Так сказать, действительно, действительно, зачем нужны были вот эти исследования огромные, как прорыв через вот эту прорву вот таких вот умных диетологов, профессоров, академиков, которые все-таки эти люди, герои, действительно, доказали это абсолютно... А что они доказали? Всего лишь картины, констатацию законов природы. Что же происходит действительно и в странах, в тех, и где потребление больше, и с каждым отдельным человеком, и на экспериментах на... И крысах, и во всем питании, в огромных вот этим исследованиями медсестер, тысяч огромные по всей США, там прочее, прочее. Да что там это перечислять? Да просто разум человеческий глумиться-то не надо. Но какое для ребенка молоко, другого вида животных, где другой набор, там вообще свои гормоны, там совершенно другой набор белков, которые, конечно, я уж вообще не говорю, что они перевариваются в полной мере, да и вообще вызовут, вы понимаете, какую реакцию антигена для тела, вот эту, так сказать, в результате которой уже повторяться не буду. Так там своя другая программа энергетическая. Потому что это молоко предназначено природой, выработалось в организме матери только для своего теленка или телят, который оно должно выкормить, передать программу, передать определенный набор генетической информации, которая запустит, в том числе, химические элементы, определенные гормоны, прочие, так сказать, антитела, запустят иммунную систему, запустят другие жизненные системы. Но у нас это происходит по-другому. У нас другая программа. Мы не телята. Что же за чушь, говорят врачи, которые... Вот что лежит в основе этого идиотизма? Только религиозная вера. То есть вера сродни религиозной в том, что они просто уверены. Но никаких ни научных, ни прочих оснований под этим нет, кроме вот этого бреда про высокий биологический состав и так далее. Да, он высокий. Высокий. Для конкретно теленка, для конкретного ребенка у матери. А потом питание. Другой. Так устроена природа. Вот ведь бред. И это они хотели меня вовлечь во все это. И еще, вы знаете, что вот этот наглость... Ну, потом я им отписался, скажу в конце, что я написал. Там две строчки, три. А, и все, молчок уже. А то, ой-ой, вы очень нам нужны. Мы так хотели бы с вами, так сказать, очень ждем. Ха-ха-хе-хи. Обалдеть можно. Какая наглость. Они бы украли мое просто драгоценное время. Минута нет лишней. На что? Ну, ради бы, так сказать, просветления людей. Ради донесения истинной информации. Чтобы люди здоровья могли сохранить. Дети. На самом деле, я бы, конечно, пошел бы сделать. Но ведь сволочи бы вырезали. Не дали бы это сказать. Вы понимаете, какой еще цинизм, что вот так вот это? Ну, вы потом свои выводы делайте. Интересно мне тоже будет послушать, что вы напишите. Вот на эту все. Теперь блок кальций. Смотрите, еще один. Уже четвертый, походу. Да, у меня только в первом. Вносят яйцо в уксусе. Видимо, то, которое 30 минут до прошло. Ага. Ну, и понятно. Мягкое становится. И вот, значит, понятно. Вот для этого и надо пить молоко. Я-то думал, скажут, что именно уксус. Это тот самый эффект закисления белка казеина. Понимаете, какая штука? Как и есть на самом деле. В результате чего этот кальций расходуется по этому остеопороз? Потому что у нас организм в щелочных средах существует. Лимфа, там кровеносная система, спинномозговая жидкость, оклоплодные воды, это панкреатические соки. Все, кроме желудка, сока, так сказать, желудочного. И вот для этого ты нужен кальций, он весь уйдет. Я-то думал, это. И оказывается, пцать, как они преподносят это. Вот для этого и надо пить молоко, чтобы в наш скелет поступал кальций. Главная профилактика остеопороза, беда многих женщин после 50-ти. Кошмар. И чекмарегает, как бы, предлагаю спросить об этом врача. В нашей студии врач, ревматолог такой-то. Значит, что это за болезнь? Евдокименко, врач. Остеопорозы – это снижение плотности костной ткани, в результате чего кость становится рыхлой, подвержена переломам даже при больших нагрузках. Ну, я думаю, сказал то, что знает и так каждая бабушка. Теперь, можно вывести на экран графику. Хорошо. И чекмарегает, помогает ли молоко при остеопорозе, или это миф. И вот, к сожалению, ни молоко, ни творог, ни даже аптечный кальций тут совершенно ни при чем. Пить молоко ради кальция – это миф, который недавно размечали с помощью одного грандиозного исследования. Врачи сравнивали статистику заболеваний, костей, переломов и других неприятностей со скелетом во всем мире. И результаты были впечатляющие. И спрашивает. А знаете, где оказалось меньше всего переломов? Ну, то есть остеопороза. Конечно, это молодцы, что они это сделали, надо сказать. Хоть и это сделали. Зрители отвечают. В Европе, Америке, в России. Ага, вот так, как всегда, глупость. Кто-то саморозил, а как же, шоу. Причем заслонный казачок, я думаю. Ну ладно. Емда Кименко. Да, в Антарктиде полярники действительно редко ломают руки, так сказать, но меньше всего переломов в Китае. Значит, известно, что там меньше. И вот рябов. Я видел одного китайца, значит, среди зрителей. Ага. Почему отказали, китайцы? В китайской кухне больше тысячи блюд. Но нет ни одного с молоком. Молодцы. Мы не разводим коровь. Молоко наш организм не усваивает. Вот как. Опять-таки, что значит усваивает? Речь про лактозу. Речь-то про другое. Про рак. Про все остальное. Потому что реакция антигена, антитела. Образование кадаверина, патрицина, других трупных ядов. Вот что происходит при гибели двух белков, то есть антигена белка, любого вируса, бактерии, неважно, и в данном случае казеин, молочный белок, и наших антител, которые призваны уничтожить любой чужеродный белок в нашем организме. А никогда не переварится высокомолекулярный белок, а тем более казеин в организме человека, и обязательно часть сосется кровь. Вот возникает реакция антигена, антитела, и вследствие ее, вот, пожалуйста, это происходит то, что я сказал. И вот это первопричина болезней, то есть неправильное в целом, вот это питание, а тем более высокобелковое и так далее. Почитайте того же профессора Кэмпбелла исследования и его коллег. За 40, даже 50 лет уже работает. С чего все это началось? Он был тоже убежденным вот таким вот врачом, так сказать, который не научно говорил, а языком, так сказать, религиозных догматов. Ну ладно. Хорошо, дальше глупости, глупости. Знаете, где самая большая статистика? А вот в Данию, то есть то, о чем я всегда говорю, Дания, Норвегия, в самой молочной стране. Об этом следует задуматься, так сказать, не ведет ли молоко наоборот, что значит не ведет ли? Естественно ведет. Что же посоветуете нашим московским пенсионерам для профилактики? Евдокименко советую. Теперь блок пятый уже пошел, а, так сказать, пригласили меня на 40 минут рассказать. Консерванты. Рыба туда-сюда, значит, вот давайте я уже это не буду говорить. Понятно, что тут теперь скажут, что вот молоко консерванты вносят, значит, это мы пропустим, прочтете сами, если будет интересно. Вот тут уже, так сказать, пошло, поехало дальше. Дальше, ну, фокусы про жиры, понятно, так сказать. Далее. Чекмарев вроде как у него такая вот задача такая двоякая, но в то же время, так сказать, какую-то правду сказать. После этой истории мне хочется с молоком фокуса делать, только не пить его. Ну да, конечно. Ну, дальше, конечно, прокатились про молочные ванны, вообще не в ту область пошли. Речь идет про то, что молоко неестественный продукт, а не потому, что в молоке купаться нельзя. Понятно, что нельзя. Гормоны нельзя добавлять, естественно, нельзя. Антибиотики вредны, разумеется, вредны. А они про что? Ну, тут уже, понятно, юрист, все темы, так сказать, все уже прошлись, уже, так сказать, молодцы, молодцы. Теперь дальше, какой же совет? А совет грандиозный. Диетологи советуют молоко пить только теплым. Ну, свои дни холодного молока тратится гигантская энергия, а воды спросится, вот хочется спросить, а воды? Это вообще вот, естественно, теплое, значит, не будет тратиться энергии на подогрев. Это понятно, к чему вот это вообще про это? Грандиозно, то есть можно пить молоко, и даже нужно, наверное, но только теплое, молодцы. Ну, и дальше Чекмарев, так сказать, вот в составе этого пакета написано одно лишь слово молоко, но на самом деле там целый список, может быть, опасных, отравляющих, смертельных. Так, значит, стоит ли идти на риск, тем более врачи не советуют пить молоко взрослым. Я так и сделаю, типа вот выливает молоко в рак. А я вот, рыбов, да, говорит, написал список полезных веществ молоки, опять туда же, так сказать, трендив, так сказать. Жиры, белки, углеводы, B12, C, B1, гениально. А, ну, пусть он, товарищ дорогой, возьмет, например, какую-нибудь рукколу, там, или любисток траву, так сказать, или сныть, и посмотрит там на ингредиенты. Вот пусть он там посмотрит. Вот что за идиотизм, для кого это рассчитано? Ну, к сожалению, большинство людей, да, красивые слова, что там и кальций, и магний, и йод, а в салате нету йода, товарищи, а железо, а фосфор, а магний, вот уж где магний, так это в зеленом, откуда коровы-то все получают, товарищи дорогие, откуда коровы-то все получают? Ну, хоть бы разумные люди не думают брюхом и своими, так сказать, о бабушке пили, а всегда пили, да не всегда пили. Почитайте того же, я сколько раз говорю про это, отвержу уже, так сказать, вот, Каненкова нашего, вот этого великого скульптора, про свое детство, просто он книгу очень хорошую написал, ну, вообще о жизни, так сказать, что мы коров имели, но молоко-то не пили, дети не пили, потому что все это шло куда молоко? Это уж потом люди, знаете, они, конечно, пили в тяжелые времена, когда-то, безу, там уж что угодно будешь и пить, и есть. А так шли на хозяйственные бытовые нужды все это делать. И на побелку вместе с Гошуной Известей, алебастром делали прекрасные краски, пропитки, балки не горели. Я же рассказываю про все про это. Это вообще легко писать в старых книгах, так сказать, как хорошо у нас вот эти вот... Картошку думают тоже, уже думают сейчас люди картошку всю жизнь на Руси, да хрен там, некоторые старобрядцы до сих пор не едят, а только даже при Николае Первом в 1800-40-х годах еще бунты были против картошки, а не то, что с Петра начали есть. Репа была всегда, брюква там, все вот это вот было, как бы, так сказать, а не какие-то вот эти вот... А что там про молоко говорить? Еще, говорит, про 7 тысяч лет назад. Да, все по-разному было 7 тысяч лет назад. Ну, и еще раз говорю. Не с хорошей жизнью люди начали есть то, что не является питанием для человека вовсе. Ну, ладно, дальше что говорит о Чеховарев. Пока Жень еще не окончательно ушел в молочной дали, мы прощаемся. С вами была пищевареза, которая оставит, не оставит вас голодным до встречи. Ну, а я, соответственно, так сказать, написал следующее, когда все это прочел, ну, вкратце я прочел, конечно, пробежался, когда я так и знал, что, так сказать, будет 2 минуты, я написал, я прочел, и блоги все вот эти без меня тоже прочел, и выводы молоко, мол, не пейте, а это не питье, это еда, поэтому ешьте, поэтому, так сказать, полезно и все такое. Я не буду принимать участие в этой комедии, я не собираюсь быть посмешищем и клоуном, а диетолога адекватного, нет, и диалога адекватного не будет. Это не прямой эфир, я тоже пишу. Так что, все, молчок, ну, разумеется. Ну, что ж, дорогие друзья, делайте выводы, и, собственно говоря, вот просто как работает наше телевидение, так сказать, хотя меня, я говорю, еще раз, много раз приглашали, снимали, вы знаете, я шел на это раз 5 по молоку только, и ничего путного, кроме одной какой-нибудь оборванной фразы, потому что стоит выступить именно по сути, я готов в любом диалоге, в любом, с десятком диетологов, академиков, пообщаться на эту тему в студии. Так пригласят ли? Нет, не пригласят. Ну, а если пригласят, вот такое же обращение, как сейчас я сделаю, прямо извинюсь, на флаги поставлю, преклонюсь и поклонюсь глубоко до земли, так сказать, вот и ведущим, и организаторам такой передачи, и всем тем очень мужественным людям, которые из академиков, диетолога, врачей придут на эту передачу. Ну что ж, пишите свои отзывы, мне будет очень интересно, ну, я думаю, всем будет интересно. До свидания, дорогие друзья!